добрый вечер дорогой мой зритель этого фото об экспон юз я думаю ты так об этом знаешь давай посмотрим что же нам приготовила эта неделя для начала новостей канала вышла текстовая версия обзора возможно одного из лучших ручных слайдеров что мне довелось использовать я не преувеличиваю называется он микро 2 также на нашем канале вышло видео от бориса захарчука про рюкзак дизайн это достаточно дорогой и редкий рюкзак но качество и функционал тоже на высшем уровне думаю что для любителей комфортного ношения большого количества техники например будет интересно ну и конечно подходит те два ролика про который я намекал в instagram один про объектив вилтрек с 23 миллиметра f1.4 и также ожидаете ближайшее время тест камеры nikon d780 который уже вовсю монтируется а борис захарчук параллельно готовит видео про объектив вилтрекс 85 миллиметров который совсем недавно обновили до версии которые позволяют открыть дырочку до f1.6 уже интересно правда а саша гориценко завершил тестирование видеокамер panasonic hc x2000 и hcx полторы тысячи там же в хабаровске готовится и тест сравнения sony a7 3 и panasonic s1 и кстати в наших социальных сетях мы теперь каждый день публикуем лучшие фотографии поэтому не стесняйтесь и также присоединяйтесь выкладывайте свои лучшие фото по одной в свой vk и facebook с хэштегом pve нижний слэш фото дня с указанием на какую технику это фото снято лучшие кадры станут нашими фото дня в официальных сообществах фото в обэкспа начнем с утечек в сеть или якобы утечек в сеть для того чтобы разогреть потенциального потребителя слух про lumix s5 на этот раз в сеть попали полные технические спецификации новой light версии полнокадровой беззеркальной камеры panasonic и так пройдемся по самым важным моментом матрица 25 мегапикселей а эффективных 24 мегапикселя более 14 ступеней динамического диапазона с профилем v-log для видео 4к до 30 пи с полного кадра 422 10 бит правда с потоком 150 мегабит в секунду что как мне кажется не очень много и до 60 пи в режиме super 35 420 10 бит 200 мегабит в секунду замедленная съемка до 180 кадров в секунду full hd 420 8 бит гибридную автофокусировку мы так и не дождались снова контрастная минимальное значение iso 50 а максимальное 204 тысячи 800 порт для микрофона и наушников наличие аккумулятор на 2200 миллиампер час также стало известно что камеру предстоит уже 2 сентября а цена составит почти две тысячи долларов что очень смущает поскольку сейчас с 1 стоит примерно столько же однако загадка но может цена и изменится лишь бы не на с 1 в большую сторону новый конкурс sony talent legend by т.х. он призван расширить возможности для начинающих создателей цифрового контента который проводится совместно с творческой платформой train house was a unicorn сокращенно т.х. цель это поиск талантов мирового уровня и открытие дороги новому поколению творцов в индустрии цифровых развлечений тема конкурса 2020 звучит так ломая творческую дистанцию сроки приема работ с 30 июля 2020 года по 19 октября 2020 года заявки можно подавать индивидуально или в составе команды максимум из троих участников требования к участникам следующие работы принимаются от авторов возрасте от 18 до 30 лет я в пролете представляющих любое направление индустрии цифровых развлечений кино анимации игр музыки виртуальная реальность и так далее работы будут оцениваться жюри в которые войдут ведущие эксперты международного уровня три финалиста команды получат грант а также на протяжении 10 недель будут иметь еженедельный доступ к программам онлайн наставничество от известных специалистов и настоящих легенд индустрии входящих в жюри в общем кто заинтересовался все подробности на официальном сайте можете пройти на него по ссылке что мы указали на нашем сайте начале 2020 года компания venus optics анонсировала выход макрообъектива лао 50 миллиметров f2.8 2x ультра макро и пи о для байонета микро 4 3 и вот пришла новость о том что теперь он представлен официально основной особенностью объективы является увеличение 2 к 1 продажи по цене 399 долларов уже начались и первым 100 покупателям компания решила подарить гибкий штатив но давайте о спецификациях фокусировка ручная максимальное увеличение 2 к 1 14 элементов 10 группах включая 3 стеклянных элемента со сверх низкой дисперсии объектив оснащен приводом автоматической диафрагмы несмотря на то что объектив может фокусироваться очень близко к объекту всего на расстоянии 13 половиной сантиметров он также позволяет навестись на бесконечность что делать его универсальным инструментом для съемки любых сюжетов например природы или портретов в общем вещица довольно занятная единственное что нету автоматической фокусировки хотя если вы снимаете макро в студии то вам это конечно не особо нужно а вот для съемки жучков пригодилось бы и очень в сеть продолжает попадать информация о спецификациях новой полнокадровой беззеркальной камеры sony то ли а5 то ли а6 и так на сегодня уже достоверно известно что корпус будет чем-то напоминать камеру 6000 серии скорость фотосъемки до 5 кадров в секунду стабилизация на матрице один слот для sd скорее всего будет возле аккумулятора запись видео 4к до 30 кадров в секунду 10 бит 100 мегабит и также возможно 4к 60 кадров в секунду правда в режиме супер 35 вайфай bluetooth в наличии а какие там будут порты пока точно неизвестно предполагалось что цена новой камеры составит 1000 долларов но сейчас все больше склоняются к цене 1200 долларов и если вы сейчас задумались о отлично дождусь эту камеру должна быть огонь да огонь такая же горячая скорее всего эту камеру будет ждать судьба альфа 6300 поскольку попытается впихнуть невпихуемое но предсказатель из меня так себе так что могу ошибаться а теперь возможны характеристики новой камеры серии и с м на сегодня пока неизвестно речь идет о и с м50 модель 2 или какой-то камере более высокого сегмента возможно совершенно новым названием но тем не менее вот какие спецификации нам известны матрица 32 мегапикселя матричная стабилизация dual пиксель а и второй серии новый процессор электронный видоискатель двойной слот для sd-карт правда неизвестно какой из них будет поддерживать и через два или может оба сразу фотосъемка 12 кадров в секунду видеозапись 4к 60 fps со всей матрицы и full hd 120 кадров в секунду производители стабилизатора продолжают добавлять весьма интересную функцию вертикальной съемки в свои стабилизаторы анонсирован стабилизатор crane 2s который не только обеспечивает большую грузоподъемность но и может использоваться для вертикальной съемки причем без дополнительных аксессуаров zion crane 2s является преемником популярного crane 2 он разработан специально для установки тяжелых зеркальных и беззеркальных камер с внушительными объемами например это могут быть black magic pocket cinema 6к или panasonic s1h или canon 1dx модель 2 или 3 и угадайте что максимально полезная нагрузка не указано где-то я это уже видел ас выбил с и там от официалов очень интересный ответ не пришел что вес не важно указывать важно какая именно камера используется но да ладно не буду снова возмущаться по этому поводу хотя я возмущен вес самого стадикама составляет 1 целая 88 сотых килограмма полезным обновлением станет увеличенный 0,96 дюймовый олэд экран zion crane 2s будет доступен в трех различных комплектациях с конца августа 2020 года что именно будет входить в расширенный комплект и сколько они будут стоить пока неизвестно а стандартный комплект по цене 600 долларов а теперь блиц новости в очередной раз компания atomos радует видеооператоров возможностью записи 12 бит 4к apple pro res row с камеры fuji film gfx100 и sigma fp обновление atomos 10.53 бета как раз добавляет возможность выводить на ninja 5 запись в формате pro res row небольшая новость для любителей статистики никея опубликовала информацию о долях рынка камер продажах за 2019 год и так доля рынка canon 45 и 4 десятых процента sony 20,2 процента nikon 18,6 процента fuji film 4,7 процента и panasonic 4,7 процента и последняя блиц новость судя по растущей тенденции все превращать в веб камеру ощущение что даже сантехники вечерами стремят и собирают донаты компания sony анонсировала свою фирменную имейджинг эйдж веб кем которая позволяет использовать некоторые камеры sony в качестве веб камер с программами для потока увещания и проведения видеоконференций какие именно программы поддерживаются пока не говорится как и многие другие утилиты для веб камер других производителей sony и менеджинг эйдж веб кем пока доступна только для компьютеров с windows яблочники проходят мимо как обычно перечень камер который получит эту возможность сейчас на экране ознакомьтесь и так дорогие мои друзья это все что я смог из себя высказать сказать оповестить в видео формате новостей но у нас есть еще печатный формат то есть веб-сайт а еще есть соц сети vk facebook instagram 2 telegram чата в общем вагон всего много информации кругом помимо нашего youtube канала так что проходи ознакомься а этому видео поставь лайк или дизлайк на свое усмотрение и конечно же до встречи в следующих видео пока не пел continu Mintel не пей Mario а не будьтеش не пей не пей не пей не па не пей